К новостям в мире. Гонконгская полиция арестовала шестого подозреваемого в убийстве известной модели Эбби Чой. Светскую львицу могли расчленить и пустить через мясорубку бывший муж его родня, считают правоохранители. Не менее леденящая душу расправа произошла в Америке. Там тоже погибла женщина и тоже от рук мужа. Правда, в этом случае миллиардер не пощадил и собственного сына. Все подробности у моих коллег. Этак гонконгские полицейские прочесывают свалку, чтобы найти голову 28-летней модели и светской львицы Эбби Чой. Все остальные фрагменты тела красавицы нашли в арендованном доме в холодильнике. Под подозрение попали экс-супруг девушки, его родители и брат. Планируя замести следы, семейство даже использовало мясорубку. Найдены две кастрюли с мясом, предположительно человеческим. Главным мотивом преступления называют финансовый вопрос. Семье экс-мужа, видимо, не нравилось, как Эбби распоряжалась многомиллионным состоянием. Мы понимаем, что искать останки Чой на свалке все равно, что искать иголку стоги сена. Но я уверен, мы его найдем. Пока не можем найти ее голову и руки. Но мы не остановимся, пока все, кто помогал этим людям до или после преступления, не будут привлечены к ответственности. Тем временем в США после трех часов обсуждений присяжные признали миллиардера Алекса Мердо виновным в убийстве собственного сына и жены. Мэгги и 22-летнего Пола нашли мертвыми на территории собачьего питомника, принадлежащего семье. У главы семейства и старшего сына было железное алиби. Но на процессе выяснилось, что известный адвокат в четвертом поколении, Алекс Мердо, замешан во множестве финансовых преступлений. На общую сумму около 9 миллионов долларов. Чтобы отвлечь расследование от этого, Мердо и убил своих родных, считают прокуроры. Никто, абсолютно никто, независимо от того, кем он является в обществе, не стоит выше закона. Мэгги и Пол Мердо жестоко убиты тем, кого они любили и доверяли. Мы не можем вернуть их, но мы можем восстановить справедливость. Точку в судьбе уже бывшего адвоката поставило видео, снятое убитым сыном в последние моменты жизни. За кадром отчетно слышен голос Алекса Мердо, хотя он утверждал, что в момент убийства был у своей матери. На суде доказали, что он хладнокровно застрелил сына. Когда на выстрелы прибежала жена, пустил пулю и в нее. А потом сел в машину и уехал к матери ради алиби. Это дело уже привлекло внимание Netflix и HBO. Каналы намерены снять по нему документальные фильмы. Что касается Эбби Чой, то у модели остались четверо детей. Двое от бывшего мужа и обвиняемого Александра Кванга. И двое от ее партнера, с которым она проживала с 2016 года. Ергали Рамазану, Леонара Сюмбаева, Astana Times.